Короче, непонятно, что происходит, но какое-то реально ГТА, одно колесо висит, это жопа. Естественно, естественно, нас остановила полиция. Найс! Реалий найс! Реалий найс! Я, честно говоря, очень сильно переживаю за трак. Мы здесь не проедем, просто перевернулся трак. Фу, там как так воняет! Я думал, что будет все хуже. Ну и короче, это склад, который отправляет вот все машины, которые идут в Украину, в Рашку, в Африке и так далее, и так далее, и так далее. Вот, собственно, туда отвез BMW X5 и Volvo, относительно неплохие машины X5 2013, Volvo 2015 года. За эти обе тачки мне заплатили 450 баксов чека. Очень дешево, конечно, за 460 миль, 450 долларов. Доллар за две машины, это 50 центов за тачку. Скинул, сейчас вот уже приехал на пикап прикольного Форда, но сейчас все покажу. Он поедет туда же, куда и, ну в этот же город, по крайней мере, куда Кадилак. За 300 баксов тачка будет, и еще один есть RAV4, отсюда из Саванны в Чарльсен по дороге за 200 баксов. Ну, то есть более-менее, там как-то что-то, короче, подровняемся. Будет даже более-менее неплохая цена. Как и у всех, у нас серьезно упала прибыль. И будут потом два буса из Южной Каролины в Пентильванию. Пентильвания на границе с Нью-Джерси. Оттуда уже есть трип в Индиану. В общем, пока так, пошел я пикапить. Пока жду владельца вот той тачки. Это Ford 150-2000, ой, 2000 говорю, 1976 года. Такая деревушка. Просто здесь везде ремонт, ремонт, ремонт. Ой, успеть бы мне до дождя. А вообще, к нам движется ураган. Уже начинается вот эта ураганная история. Сезон ураганов. Не хочется, конечно, чтобы кто-либо вообще пострадал. Все, буду пикапиться. Всем приятного просмотра. В общем, счастливого пути. Так, забрал я машинку. Забираю. Зеркала бы как-нибудь настроить. Было бы неплохо. Да, можно же вот так смотреть точно. Очень удобно. У него шатать бы Кадиллак этим тяжеловесом. К какому-то дедушке. Я думаю, что опять, чисто ради прикола, взял себе вот такую тачку. Приехал разгружать. А вот уже и подъехал дедуля. У меня был RAV4 и ничего интересного я его взял и через 150 миль скинул. За него заплатили 200 баксов. В общем-то, все круто. 305 баксов. Спасибо, учитывая, что я сегодня его взял. Сегодня сдал. Весьма, весьма неплохо. Вот и все, вот и все. Осталось довезти наконец-то вот этот Кадиллак, который катается со мной еще со вчера, со Флориды. Как оказалось, ехать до дропа этого Кадиллака 0,6 мили. Я его даже проехал просто. Все, три минутки сейчас сбрасываю. Надо было с дедом договориться, на самом деле, чтобы я там сбросил ему тачку. Два раза не парковаться. Не посмотрел я, где дроп Chevrolet. А надо было бы. Все, еду. Сейчас, короче, три минутки и еду забирать. У меня два буса на куда-то там. Короче, Нью-Джерси, Пенсильвания, те края. Вот я выезжаю с этого Лавса. И вот он, Chevrolet. Вот все бы так. Вот все бы так. Дропы и пикапы. Просто в одном месте. Чик-чик-чик. Раскидался. По большому счету, я мог там скинуть Кадиллак этот и доехать просто обратно пешком мне пришлось бы идти. это было бы дольше. Ну все, все, ладно, не ругайся. Так, ключики. Вот Кадиллака. Так, я приехал на автоаукцион. Меня тут подвезли. Аукцион Америки. Сейчас буду забирать два вот таких буса. Так, вот это вот мой. Вот это вот мой. Та-ра-ра-ри-рарирай. Нет. Нет. Та-ра-ра-ри-рарирай. Вот, пожалуйста, вам уроки пения. Я учился в музыкальной школе, если что. Бензина нет. Это уже хорошо. Это уже хо-ро-шо, что нет хотя бы бензина. Вот она, лодочка моя, жди меня, жди меня, родная, я тебе скоро куплю. Спасибо, ребята, спасибо большое. Я очень приятно. Очень-очень приятный чел. Прям очень. Настолько, правда, приятно, когда просто все по-хорошему, по-доброму. Взял, подвез, приехал за мной, не поленился. Круто. Просто приятно, хорошо, по-человечески. Класс, все, забираю второй вэн, поехал грузиться. И здесь нет топлива. И, походу, просто вот с этой будкой, кстати, я должен ехать, ну, типа, налегке, потому что он легкий. И бенза нет, ничего нет, поэтому все должно быть просто отлично. Настроение хорошее, хорошее настроение. Вот такие люди просто, вот, блин. Вот, благодаря одному человеку, просто сразу хорошее, прекрасное настроение. А я не... Это ж надо было мне так. Не попасть в ворота. Спасибо большое. Смотрим. Так, ну что ж, пошла жаришка. Два, три, четыре. Приехал на Манхейм. Вчера села батарейка, и одна, и вторая на Гоупрохе на пикапе этих бусов. Ну, в общем-то, ничего неинтересного. Я еще их запикапил, и вот только что я их там полчаса назад скинул на границе Пенсильвании и Нью-Джерси. Я вот, собственно, уже перекатил в Нью-Джерси и приехал на Манхейм. У меня три тачки в разных местах, но поедут они все в одно место. Лексингтон, это Индиана. Три тачки по 600 баксов. Cadillac XT 4, Lexus RS и Nissan 370Z. Вот, короче, прикольные машинки. Сейчас надо пособирать одна на Манхейме и две машины на разных Одессах. Собираю. Так, я, короче, счастливчик. У меня оказалось, что на ближайшем паркинге мой Cadillac стоит, поэтому мне не придется очень долго гулять. Быстренько и заберу. Очень надеюсь, что у меня севшая батарейка. По крайней мере, так не написано. Мне уже не избежать пробок, я уже простоял в одной. Боже, это что такое? Я не знаю, как это назвать. Ну, наверное, колхоз. Я мне, конечно, вообще не понять этот стиль. Это ужасно. А главное, зачем? На вкус и цвет. Блин, судя по всему, эти тачки сгорели прямо здесь. Ну, скорее всего, потому что тут кусок BMW не обгорело. А вот здесь кусок этой, что это такое? А, это Subaru Outback. Ну да, видимо, очаг какого-то возгорания был здесь. А все остальное вокруг погорело, да. Малыш. 202.31. На удивление, на удивление, неплохо пахнет. Минут 15. На все про все вместе с парковкой. До Одессы, до следующего пикапа, собственно, ехать мне час. В шесть я буду там, оттуда выйду. И потом мне ехать уже обратно в сторону. В сторону Индианы. Надеюсь, я очень надеюсь, что я все успею пособирать. Приехал я на Одессу, в Нью-Джерси. Это, конечно, шесть часов вечера в Нью-Джерси. Это я ехал 20 миль, или сколько там. Короче, в итоге я ехал час 20. Уже шесть. Пробки собрал, наверное, вообще все, которые только мог собрать. Короче, вот приехал на Одессу, сейчас буду тут искать машину. Что там у меня за машина, я даже, честно говоря, не знаю. Блин, или мне показалось, или там где-то есть полиция. Очень странно, конечно, я ни разу не видел полиции на аукционах, которые катаются внутри, за территорией. Да, но внутри. Я только что посмотрел адрес следующей Одессы, куда мне ехать. В Пенсильванию. Одесса, Пенсильвания. Мне туда ехать два с половиной часа. Сейчас шесть. Туда мне навигатор, если я сейчас выйду, то навигатор показывает, что я приеду туда без десяти девять. Что-то, шансы. Короче, надо просто ускориться. Я очень надеюсь, что там, когда Одесса работает хотя бы до десяти, потому что если нет, то это будет очень печально. Мне придется там, придется там ночевать. Как в этом разобраться? Четырнадцать. Ноль семь. Буду надеяться, что где-то здесь он за этим рэмом стоит, что больше как ему стоять, типа, и негде. А, вот он. Блин, с открытым капотом. Ну, не, не гоните. Да? Да. Нет? А, ничего тут нету? Блин, какие удобные сидели. Алькантарка везде. Джампер, джампер. Джампер. Так, я очень аккуратненько доехал на этой самой, потому что идти было очень сильно далеко. О, надеюсь, что меня никто за это не накажет. Ну, давай, Лексус. Это ж ты, наверное, пятилитровый какой-то. Так, что у нас? Где тут плюс, 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 плюс. Что-то какое-то. Ну, это я дверь откуда-то расставил. Чего удобнее было. Ну, давай. Ого. Ого. Да ладно. Ого. Не ожидал, что это будет прям так. Но, прикольно. Блин, сидение, конечно. Очень удобное. Очень удобная машина. Класс. Очень удобно. Очень удобно. Очень удобно. Очень удобно. Такс, это, конечно, все очень хорошо. А что у нас с передним бампером? да должно быть все отлично да ладно вот такой ручник ну окей питание мах так джемпер остается здесь главное потом не забыть все быстро ехать я надеюсь что меня хоть как-то немножко видно я приехал на одессу как пенсильвания я на второй парковки это просто огромнейшая парковка не работают 24 на 7 я сначала был вон там аж через дорогу на большая парковка я обошел ее всю за 25 минут и машины я там не нашел к сожалению приехал на другую парковку через дорогу там сидел дед у него поломался компьютер он не мог посмотреть по карте где ты что это где тачка стоит здесь работает девочка она сказала что где-то где-то вот здесь стоит машина но я пока и и вот не вижу от слова совсем возможно она будет где-то вот там среди тех потому что уж маленькую черную 350 z понятно что в темноте может быть не так уж и сложно но это же 350 z она явно должна выделяться среди среди других тач меня конечно прикалывает то что я тут один вообще никого нет на пустыре но я надеюсь что я найду потому что очень не хочется терять конечно время ждать завтра до восьми утра то и до девяти где же где так я приехал короче на трак стоп здесь буквально в четырех минутах вот там за этим бугром за за мостом короче одесса так вот я припарковался упражнялся для сдачи сидела дело параллельную парковку задом перестраивался другой ряд этот чувак выйдет вперед этот по идее этот не по идее это точно выйдет я его я ему хватит места короче суть в чем не знаю петя мне ответил что тачка готовая на сто процентов где-то есть я честно говоря признаться сегодня устал потому что я проехал ричмонд я проехал вашингтон я проехал балтимор я проехал филадельфию еще в нью-джерси по милям не знаю наверное проехал сегодня наверное где-то 600 700 миль потому что сюда только надо ну короче да прилично я сегодня проехал с утра 400 там туда сюда ну да да где-то наверное миль 700 короче я проехал в общем сейчас 10 10 20 я сегодня еще ничего не ел пока позавтракал гречневой крупой кашей и собственно сейчас вот пойду поем на трак стопе еще нибудь поем поужинаю попью горяченького чайку и просто буду отдыхать думаю что если я сейчас для где-нибудь там часика в 11 спать проснусь часов 5 утра и постараюсь по светлому ее еще раз найти возможно все получится доброе доброе утро 6 54 проснулся я в 5 30 умылся сделал там все свои утренние дела и вот уже как 45 минут я опять пытаюсь найти машину и и нет я поехал на ту парковку просто поменялись охранники не блещут так сказать умом и собираюсь даже эти эти мне это делать вот поэтому они просто как бы вот она должна быть здесь ее там нет я не знаю что делать адрес думать job и и собственно и все поэтому приехал на большую парковку опять и начинаем это вот играю в прятки кто не спрятался я не виноват я иду искать не знаю что делать в общем-то 7 если сейчас за час я ее не найду а шансы судя по всему невелики думаю что придется мне ждать просто пока откроется офис в 8 утра так ну что же взял машину покатался общем-то я объездил каждую машину которая здесь на небольшой парковке и и здесь нет написал диспетчеру так как время 7 не знаю насколько быстро я получу ответ похоже что нужно ждать уже тогда до 8 часов рано просыпался мог спать минимум час так времени 7 55 очередной час все очередной час я пытался выяснить где же где же эта тачка короче короче говоря что они уже думали что они ее угнали они сначала думали что я кто-то вчера запекать сначала они так думали подняли там уже на уши каких-то техников не какой-то сбой короче то эти пины которые висят желтенькие желтенькие синенькие неважно они там на разных функционах по-разному они дают сигнал отрабатывают каждые 40 минут на карту надевается ну то есть везде где они стоят и что с ними происходит каждые 40 минут но с этой конкретно какой-то произошел сбой и последний раз ее видели вчера в пять часов вечера она отработала сигнал и больше и больше по ней какой короче информации не было есть еще одна закрытая парковка здесь же на которую меня вчера не пустили но сегодня утром тоже но сейчас так как я уже тут всех поднял на что мне дали мне дали доступ к ней возможно она там это конечно абсолютно не точно но возможно она там еду проверять не знаю что это будет и как вот в этом и проблема местных людей которые сейчас все решим сейчас все узнаем и но нет и мы просто сейчас потеряю еще теряю сейчас еще минут с этим дедом блин сколько-то короче чтобы вы понимали на карте эта машина стоит типа вот здесь вот где вот эти вот две белые машины вот раз два ford escape и там еще что-то но и здесь нет здесь принципе вот это все машины здесь которые есть то есть есть вот на дальняя парковка на которую меня не пустили вот я сейчас туда пойду но эта парковка уже карваны есть вон там еще одна парковка закрытая это единственно который мне не удалось проверить вчера а так я проверил здесь абсолютно каждую машину я уже думал мало ли может какая-то ошибка в цвете может еще что-то ну такое бывало на у меня по моему там один раз может быть два но здесь в принципе нету тачки 370z как бы была бы это какая-то другая машина окей но это же 370z еще и вниз мотеки поэтому но это типа блин как мустанг шелби gt его невозможно там с чем-то перепутать короче иду искать в 4 или в какой-то раз я уже запутался так покатался я еще вот дамочкой а вон она едет вон она едет короче ее зачем-то вчера отогнали в какой-то в какой-то этот самый шап или куда-то там на ночь короче вот эта машина случается дерьмо все есть естественно я бы ее просто самостоятельно бы никак не нашел я я гибали зачем они зачем они ее отгоняют я не понимаю так мне надо поехать ее теперь чтобы мне ее отпечатали так собственно ладно времени уже и так все потрачено но обзорчик небольшой на машинку сделаю но хорошая красивая красивая тачка правда так что вот такая прикольная загрузочка получилась очень прикольная вот я бы конечно на этом лексусе ух как покатал он супер супер приятный здесь по моему 500 с лишним коней или ровно 500 все гружусь еду времени вообще нет в общей сложности я потерял два с половиной часа и вчера два ну короче вот четыре с половиной часа потери времени четыре с половиной это конечно это очень много это 300 миль как минимум все гружусь в смысле стропуюсь и выезжаю я уже в чикаго и уже пятница последнее наверное что я там записывал так как я забирал лексус 370z и cadillac наверное скорее всего в общем чё там короче из-за того что 370z я не мог найти потому что ребята с сервиса карваны вообще-то зачем-то я не понимаю никто не знает зачем и почему короче они за не забрали эту тачку покататься или еще что-то такое в общем они загнали в бокс собственно поэтому я не мог ее найти я потратил в когда там сегодня что у нас среда ой пятница я их скинул сегодня утром короче среду я должен был их забрать в итоге я забрал бы их только вчера это 370z и я потратил на этом тоже уйму времени и мне не хватало буквально полутора часов полу полтора на полтора часа я опоздал на дроп этих тачек потому что дилер работал до 6 а я в 7 приехал в общем на ближайший пилот короче что я вчера отдохнул сходил погулял покупался с 7 часов вечера до 7 часов утра собственно я отдыхал выспался прекрасно сегодня их утром скинул взял в луисвилле я взял форт аурус и взял бус про мастер в виде анаполисе по дороге я взял еще чирокия гран чирокий вот только что я скинул уже форт аурус и меня должен был сервис быть сегодня в 12 естественно я еще вчера его перенес на 5 часов вечера но и на 5 я не успел потому что чикагские пробки в понедельник еще 4 сентября это будет labor day день труда и нерабочий день короче все в кучу в общем сейчас пол седьмого я еду на манхим милвоке за тачками план естественно был ураган но все это пошло как обычно накрылась медным тазом в общем еще поступило сегодня предложение взять студента на что я согласился так как бабки нужны как никогда адвокаты сидел и так далее и так далее но и самая моя главная цель и мечта она никуда не уходит на нее тоже нужны денежки скоро по поводу нее не знаю наверное какой-то мы какой-нибудь отдельный сниму ролик когда-нибудь обязательно это точно произойдет в общем еду на милвоке как раз сейчас прямо сейчас саша стажер студент парень которого буду стажировать находится там со своим приятелем или с другом я не знаю их отношения в общем влад он тоже работает нашей компании он хотел его стажировать но что там со страховками не получилось в общем попросили меня они сейчас там на манхиме был милвоке чем влад пикапится не знаю там дождется он мне не дождется а сервис у меня будет завтра в 7 утра приехали на ярд талида под детройтом забрал сашу это саша буду его учить парень из украины тоже приехали забирать рейнглера поедем в куда-то вирджинию туда в башингтон короче сервис был сегодня и не в 7 утра в 9 забрал две тачки я вчера с чикаго сегодня их скинули уже в гранд репет с его 200 миль пустой приехали пустыми в талида сейчас грузимся и выезжаем всего-то три тачки за 1000 долларов 120 миль но сюда пришлось проехать 200 так нашли уже два нашли уже два два врэнглера один и второй опча сколько денег тут был 74 а это до 57 сюда вот так вот по краешку едем едем по краешку ищем ай 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 сто просто кайф коротенький рубик мечта охотников и рыболовов ну и оффроудиков естественно оффроудчиков тот то вообще тот то вообще загруженный с этим с лепёдками там со всеми делами комплектация конечно беднее некуда раньше я мечтал о такой машине вот прям мечтал я рубиконе а в рэнглере но после после выхода бронка мне я очень сильно поменял свое отношение к рэнглеру бронка как-то посимпатичнее внутри поорганичнее по стилёве и стоит тысяч на двадцать дешевле соответствующие ну со всеми комплектациями бронка реально дешевле тысяч на двадцать но его ждать там типа очередь по моему там восемь восемь месяцев а то и год и на вторичке но их еще пока что не так не так много к сожалению ну что вот такая у нас получилась загрузочка саша там уже страхуется во всю не забыть закрыть окна на первом рубике неплохо неплохо прикольно дешево конечно очень дешево типа доллар восемьдесят но это не считая того что я сюда приехал двести миль пустой а это двести миль да пустой но на двести миль как красиво вообще закатится такой короче ехать нам в сторону Вашингтона не доезжая до Вашингтона в Вирджинию все едем оттуда есть пока только одна машина что будем делать завтра я не знаю понедельник вейбордей день труда выходной день ну как будет так будет короче непонятно что происходит но какое-то реально гта это не входило в план мы стоим в пробке просто проехала четыре машины полицейских потом еще наверное штук пять вот здесь прям по обочине они ехали вон примятые следы и уже приехал вертолет кружит вокруг с прожектором вон там вдалеке ну не так далеко что-то произошло там очень много полицейских машин и кружит вертолет ну либо это новости ну скорее всего это новости мы еще на самом деле только-только вот что-то вот прям при нас что-то вот это произошло а это судя по всему какой-то breaking news наверное ну прямо здесь вот так вот ехали полицейские тачки очень конечно прикольно но непонятно на сколько мы здесь застряли сколько это все продлится короче час мы уже стоим проехала еще еще два экипажа полиции вот там в кустах кого-то короче в лесу в лесополосе ищут с той стороны дороги тоже поехали искать вертолет по-прежнему кружит там прям вообще просто какой-то кипиш я не знаю они туда-сюда гоняют что происходит непонятно ну явно кого-то ищут на самом деле абсолютно не смешно уже стоим я же говорю где-то около часа минут 45 точно я боюсь представить какая там пробка это мы тут вот как бы вот-вот-вот относительно рядышком и сколько все это продлится вообще никто не знает короче мы стоим уже здесь уже где-то час сорок час пятьдесят там полиции уже наверное мы уже сбились со счета я думаю что там больше двадцати а то и больше двадцати пяти машин только с нашей стороны но перекрыта еще и встречка и с той стороны тоже едут в общем нам удалось почитать что-то из новостей в общем там вроде как была какая-то перестрелка два чувака как чувака это двое типов даже вроде как была фотка их в вейсбуке это вообще автоугонщики которые еще и убили то ли сегодня днем кого-то то ли вчера днем я так полагаю что сегодня днем на синем форде рейнджеры короче вот это их тут то ли нашли то ли догнали но я думаю я так полагаю что и то и другое не знаю чем там закончилось естественно но мы уже тут стоим почти два часа уже луна вышла уже вышла луна вон там короче приехали службы дорожные разогнали разворачивали все легковые машины я попытался развернуться перестроился со среднего ряда в правый но не хватает мне конечно радиуса здесь развернуться то есть я даже заехал здесь на траву короче говоря вот остались только большие траки фуры пикап траки все легковые машины разворачивают уже мы стоим два часа и непонятно непонятно сколько еще это продлится а единственное что вот вертолет улетел вертолет улетел приезжают там потихонечку приезжают какие-то эвакуаторы там что-то еще насколько мы тут застряли я вообще не понимаю два часа времени просто в пустую не поспать не в туалет сходить не не поесть собственно вообще ничего пятница ой какая пятница какая пятница воскресенье воскресенье два часа дня приехали в вашингтон на границу вирджинии и мэрилэнда собственно скидывать ээээ скидывать в рэнглеры очень странное место какие-то старые заброшенные я думаю что здесь просто наверное будет какой-то новый автосалон типа джип додж и всего остального потому что это старый дилер инфинити все закрыто ничего не работает вот есть только такая закрытая площадка где стоит один охранник все и больше ничего нет ну от слова совсем как бы он ничего не знает я говорю это там у нас название компании говорят там типа tpaci что-то такое и просто есть адрес говорю кто принимает машины куда их скидывать как бы а здесь вот просто вот просто парковка я говорю что с ключами он говорит типа есть дропбокс никто ничего не подписывает сейчас просто на какую-то территорию заехали просто сейчас кинем самостоятельно тачки делаем инспекцию вот собственно сюда наверное к этим рубиконом их поставим там под деревцем вон там под деревцем дропбокс туда просто кинем ключи все и поедем дальше ну а Америка здесь все на доверии очень конечно прикольные тачечки очень прикольные это все новое это все с завода Хэми наверное Хэми СРТ да? непонятно но это супер би я думаю что это где-то наверное очень прилично лошадиных сил 6 галлон 18 а так сколько стоит сколько стоит 63 а так 63 тысячи всего но я думаю что самая дорогая тачка наверное здесь это будет это будет наверное рэм ТРХ не знаю ТРХ это или нет а вот собственно ТРХ и один ТРХ второй да это ТРХ жалко ладно разгружаемся надо идти учить Сашу ТРХ ставь их вот сюда рядом с этим рубиконом вот бумажечка 106 косарей ну ТРХ это конечно мощь это просто мощь здесь все в алькантаре монитор огромнейший просто фу жара лютая 97 градусов в Ассентоне во Флориде ну на самом деле дышать есть чем просто очень пекучее солнце очень пекучее и на ТРХ и конечно такая махина 104 106 долларов 0 кантарка ну приятно так ну собственно все супер вкидываем ключики открываем инспекцию едем пикапиться у нас тут во Фридер Иксбург не знаю наверное пробка сейчас где-то час наверное ехать до него капим там Chevy Malibu Explorer и Ford естественно 150 так 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 мы в Сент-Лойсе осталась у нас уже одна дача мы между Сент-Луисом и Нэшвилем скинули две это те которые из Вашингтона у нас был Speed Explorer Chevy Impala и 150 за Chevy за 150 был One Peak One Drop заплатили за две тачки 850 баксов за 700 за 680 миль этот Explorer за один за короче за 800 миль 718 долларов нормально полторы тысячи долларов окей в целом неплохо уже есть у нас сегодня labor day собственно с праздничком у нас всех день труда собственно говоря и трудимся видняжка и тебе не хочется из-за этого плакать? нет я никогда не плачу есть уже один одно чудовище его одного и повезем в Атланту потому что ну больше добирать к нему что-то ну похоже что нереально что мы имеем мы имеем дроп судя по всему вот в эту локацию а здесь естественно все закрыто куда ставить тачку я наверное ну наверно как-то вот очень плотно вот сюда чтобы хоть как-то был тут заезд выезд тут же все закрыто ну а здесь все закрыто ну будем оставлять здесь вариантов в общем-то немного дропбокс. Бокс, наверное, где-то там. Не знаю вообще. Ну, будем прятать ключи. Вариантов нету. Вариантов нету. Саша учится. Ну, гараж, наверное, вот этот. Гараж, наверное, вот этот. Там дропбокс. А я, наверное, где-то вот там дропбокс. Тут вообще гетто какое-то просто лютое. Сюда, блин, стрёмно заезжать. Ладно. Ключ, наверное, буду где-то просто прятать, потому что, ну, иначе просто никак туда не попасть. Ни в какой гараж ничего. Времени у нас нету. Впрочем, как обычно. Главное сфоткать, где мы спрячем ключи. Фух, жара. Жарко. Очень жарко. 196 что-то градусов. Солнце просто кошмарит очень сильно. Ну, собственно, я думаю, что включаться уже буду дальше. Ничего интересного. Тачку оставляем здесь. Ключи прячем где-то, наверное, не знаю, там в пружинах. Ну, сказать, больше негде. В пружинах прячем ключи, делаем фотку, инспекцию и уехали. Через 15 минут отсюда у нас пикап. Приехали мы. За этим динозавром самое еще интересное, что там сказал брокер, что говорит, я накинул вам пару рублей. Там немного стаффа внутри. Вот очень интересно сейчас будет сделать распаковку. Вот это чудовище. как бы ничего особо страшного. GMC там 3500-й, но будка у него высоковатая. Где-то здесь должно быть... Ну, надо мерить его. Но мы его одного повезем, как бы, и все. Больше ничего, кроме этого, не будет. Будет только этот один. Блин, а что это такое совпадение? Я приехал на адрес 307 какой-то там что-то там, что-то фэри... Лимей Фэри Роуд. Звоню чувакам, говорю, типа, а где? Как бы здесь вот стоит этот бус, этот вэн с будкой. Я говорю, где вы, что вы? Он говорит, ты не про на правильном адресе, тебе нужно 38 07 Лимей Роуд. И это в 8 минутах отсюда, и там, похоже, что стоит точно такой же вэн. Короче, блин, едем туда 8 минут. Ну, то есть надо так, что одна цифра минус, но при этом, что здесь точно так же глобал какой-то транспорт. И здесь стоит такой же вэн, только он... Ну, там просто белая будка без надписей. Прикольно, блин. Сбой в матрице. Ну, короче, вот приехали за вот этим вот говном. Первый мой вопрос был Run and Drive это или нет? И что-то вот этот молодой человек говорит, что вроде как нет. Я не знаю, что с ним делать. Так, ну что ж, будем сейчас пикапиться, делаем инспекции, пикапимся. И главное, сейчас посмотрим, что же там внутри. Потому что сказали, что кое-какой кое-какой стаф есть. Жесть. И здесь как-то будет спать сегодня Саша. Кто хочет на стажировочку, пожалуйста, обращаемся. Комфортабельные условия. Передача драгоценного опыта, знаний и комфортабельные условия для отдыха и сна. Это, конечно, это, конечно, жесть. Ну и самое, в общем-то, главное, что же у нас? Фу, там как так воняет. Здесь просто какая-то земля. Постоянно какая-то дичь происходит. Постоянно. Ну, собственно, видимо, поэтому за него такая цена, что его просто невозможно забрать. 1900 баксов за него платят, из них 200 это брокеры. Ну, короче, 1700 наша цена, но я бы его и забрал, но его невозможно, его невозможно поднять. там еще и бенз сейчас кончится. Ты лев, ты лев, ты лев, 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 лев. Нет, все, он все. Он все. Блин, но я не могу его повезти на хвосте вот так. Одно колесо висит, это жопа. Это жопа. Как обычно, начинаем заниматься полным безобразием. движ париж уже уже час это все происходит. Уже, собственно, продавец строка вместе с покупателем пытаются его двинуть назад, но это все пока что очень тщетно. Заклинил ручник. Естественно, как всегда, контент находится сам собой. Короче, чем дело это закончилось? Мало того, что пошел ливень, и мы страповались в ливень в итоге. В общем, что с этим траком, абсолютно непонятно. То есть, там либо заклинил там emergency brake, этот ручной тормоз, либо обычные тормоза заклинили, но там плюс ко всему еще нет задней передачи. Вот все об этом знали, об этом знал продавец, об этом знал покупатель, они здесь и здесь были, собственно, об этом знал брокер, но, естественно, об этом не знали мы. Знал ли об этом Петя, диспетчер? Очень большой вопрос, конечно. Я-то дал вперед, чтобы нормально его выровнять, а я не знал, что там нет задней передачи, потому что чел, когда отъезжал от этого здания, где он был, он сдавал назад, то есть, я лично видел своими глазами, что он ехал назад на этом мангале. Короче говоря, суть в том, что, как он у нас остался там возле, ну, в голове, так он там и стоит. Поедем, как поедем, через пару часов, не знаю, там этот чел, который его продавал, сказал, что коробке нужно дать остыть, возможно, она остынет и получится его немножечко подвинуть назад, была нормальная развесовка. Но это полбеды, самая большая, конечно, проблема, это завтра с меня разгрузка в Атланте. Как его снимать, я вообще не имею ни малейшего понятия. То, что там внутри, вы, собственно, сами видели, и там веса, я не знаю, если не столько же, как этот рак, это как минимум половина. Продавец говорит, что он, типа, все легкое, но я уже имею свойство не особо доверять людям. Короче, завтра будет новый день, новые приключения. Едем, ехать нам 552 мили, 9 часов прибытия, типа, в 2 часа ночи, но, естественно, в 2 мы никуда не приедем. В общем, как едем, так едем. Естественно, естественно, нас остановила полиция. Не доехали мы 230 миль до Атланте, но на самом деле я просто забайпасил Checking Breaks Inspection, этот, как это называется, ну да, Checking Breaks Station, вот, и как раз прямо на против станции на обочине стоял Труппер, ну и Гояр, когда его увидел, это было сразу понятно, что он с нами поедет, поехал, в общем, все проверил, проверил там магнетушитель, треугольники, что еще, как обычно, там, пары, дальний свет, поворотники, аварийку, в общем, короче, сделал просто инспекцию, по идее, у нас перевеса нет, но он и без весов, он говорит, почему вы не заехали на станцию, я говорю, то я там что-то перестраивался, туда-сюда, не мог, ну, в общем, доехали до экзита, вот у нас проверяет, уже вроде как все проверил, там что-то сейчас пишет, надеюсь, что просто заполнит пройденную инспекцию и все, по идее, как бы у нас никаких нарушений нет, абсолютно, ну, собственно, и пока все, ждем, сидим, ждем. Все, все хорошо, нет, не вилучения, уже в Атланте, то заехали полтора часа, осталось до пикапа, ставьте, ставьте, как думают, если успеем, мы до четырех, доехать или нет, три пятьдесят три, прибытия, ну, и мы в Атланте, если успеем, то будет очередной квест, у меня запаса дизеля останется на 18 миль, если мы успеем забрать этот пикап, потом будет очередной квест, мы будем найти заправку, чтобы заправиться, и чтобы нигде не встрять, все как всегда, не работа, а просто выполнение заданий. Так, ну что ж, съезжаем в Сиевске, по-прежнему, 3.54, очень по плану, осталось 19 миль ехать, фух, надеюсь, что успеем, а главное, чтобы нам не попались никакие мосты на нашем пути, потому что это будет, ну, все, это будет просто фиаско, ну, и, конечно, у нас остается 18-19 миль, вот это контент. Вот мы и приехали. Все, мы не проедем здесь. Мы здесь не проедем, просто перевернулся трак. И что делать, как быть, непонятно. Нам-то туда же. Нам-то туда же. Вот это, конечно, беда. Как же это так, чувак? Блин, мы с этой будкой огромные. Нам бы не перевернуться. Это будет сейчас, конечно, такое фиаско, если мы сейчас сюда же сложимся. Как же он так? Это же как надо было, блин, шпарить на повороте? Давай, уедь оттуда. Дебил. Дед, ну... Мы успели, мы успели. Все, мы на территории, а чувак нас на входе ждал, так что все четко. 3,58, 3,57, 3,57. Супер. Все, сейчас забираем, забираем этого чувака и дальше едем разбираться с топливом, потом со всем остальным. Так, ну что, запикапились мы, наконец-то, запикапились. Сильверейда на базе. Платят за него доллар за милю, 500, по-моему, 50 долларов, соответственно, ехать там 560 миль. Такое красивое местечко, здесь тихо, спокойно, где-то в пригороде Атланты. Комфортная погода, кстати. Обращайтесь, пожалуйста, в уроки вождения. Заехал в такую щель. Вы что, наркоман? Вот так. сейчас они будут скидывать, будут скидывать вот сюда вот это вот, этот хлам. Как они это будут делать, я, честно говоря, не знаю. Но заехал я, конечно, идеально. В общем, сел местный механик за руль и тут нет задней передачи, я не знаю как. Он уже уперся, все уперся сюда и все. Блин, комары сейчас тут сожрут просто. Надо закрывать срочно окна и заводить, наверное, трак, потому что мы, сейчас накатаем комаров. Мне, честно говоря, очень стрёмно, потому что он едет только вперёд, он уже уперся в трейлеры, я, честно говоря, очень сильно переживаю за затрат. Очень сильно переживаю затрат. Короче, мы тут похоже, что очень-очень надолго. О, он покатился, он покатился, как-то он покатился. Ёлки-палки. Он как-то покатился. Так, здесь я тоже стоять не хочу, потому что эта хрень поедет на меня, но вроде всё хорошо. Так, встану-ка я лучше вот сюда на прицеп. Вот эти колёса мешают. Гай, 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 гай! Они захерачат точно вот этот вот полицейский шевроле, это 100%. И колёса вот эти мешают. Короче, я дал немножко вперёд, чтобы было больше места, потому что, ну, они бы иначе там не поймали бы его. Сейчас будут, будут сталкиваться. Блин, мне стрёмно. Контент, конечно, просто лютый. Просто лютый контент. Меня комары просто уничтожили уже. Просто уничтожили. Многие, я весь искусственный буквально за, за пару минут. Но очень странно, что он, едет только вперёд, когда заведённая, а когда она... Как это работает, я вообще не понимаю. Не похоже, что много заработаем. Блин, рэмпы хоть бы не лопнули. Хоть бы не лопнули рэмпы. Сейчас он сядет на жопу. И... Нет, не сел. Отлично. Я думал, что будет всё хуже и дольше. На самом деле. Но всё не так плохо. Всё, надо сейчас поесть самой вкусной еды на свете. Ну, не на свете, конечно. Самая вкусная еда на свете – это мамин борщ. Но здесь, в Америке, самая вкусная еда – это, конечно же, чапотов. Фух. Блин, я очень голоден. Я реально думал, что это будет всё очень сильно дольше и сложнее.